всем при сервис флориды был в гостях у родителей неделю и до приезда к ним они живут в другом штате до приезда к ним я у мамы спрашивал ну как там папа как он все чувствуете она говорит что вот папа что-то постарел у него такая постоянная галость слабость вот он позавтракает и ложиться спать снова я приехал действительно смотрю по днем что-то он лежит на кровати и там спит или в общем такое впечатление что он такой весь без сил совсем вот и я налил чашку огромную такой чашки пол-литра наверно налил дистиллированной воды группа выпей воды не хочу вы ну в общем уговорила выпить воды проходит пару минут все он же не лежит он уже ходит по квартире уже какие-то дела уже что-то мне там это задача ставит там надо то сделать то сделать в общем ожил анекдотическая ситуация человек без сил из-за обезвоживания своей собственной квартире разумеется питьевой воды там у него навалом эти огромные вот эти вот пластмассовые бутылки по одному галлону вот и это характерно в общем-то для 99 процентов людей я вам скажу даже так что даже я хотя я прекрасно это знаю иногда бывает так что в течение дня там что-то там заработался чем-то занимаюсь и ловлю себя на мысли что у меня мне тоже нужно срочно выпить там большое количество воды потому что вот течение дня там на жаре где-то был и так далее но свое оправдание я вам скажу что как первым делом что я делаю утром когда я просыпаюсь я выпиваю вот такой вот огромную чашку воды с которой где-то пол-литра вот и я посчитал пол-литра это 20 глотков то есть я не не нужно именно такую чашку наливать просто 20 глотков это где-то пол-литра после того как я выпиваю пол-литра воды дистиллированные обязательно нужно потому что она сразу в кровь поступает вот после этого еще и кофе выпиваю тоже большим очень количеством воды не маленькая чашка тоже ну минимум грамм 300 наверно воды то есть с утра в течении после проснулся в течение ну наверно получаса я сразу где-то 800 ну почти литр я выпиваю очень большое большая потеря воды за ночь у человеческого организма что происходит при недостатке воды наверное все знают кто-то не знает дело в том что в организме человека порядка 70 процентов воды находится вот и при недостатке влаги просто-напросто кровь перестает циркулировать так как надо и кислород не подается так как надо и общем все органы страдают все включая мозг вот ну для мужчин отдельно скажу что самый главный мужской орган тоже страдает так что ребята идете в кровать хлопните воды насос не сможет качать кровь который недостаток из-за недостатка воды вот так что рекомендую всем пить много воды и тогда многие проблемы со здоровьем у людей исчезнут но еще одна такая проблема тоже у отца было что он ходит знаете такая вот старческая походка неуверенная вот и из машины когда вылезает он то так ему как бы тяжело вылезти отца 85 лет вот я не сказал сама начала вот я говорю пап давай упражнение делать поднимание качание икроножной мышцы поднимание на носок на одной ноге он не может сделать понятно пенсионер сидит дома телевизор смотрят целыми днями вот я говорю ну давай на двух ногах поднимайся на носок он где-то амплитуда вот это вот движение но один сантиметр и стиль ну естественно ненормально то есть ослабление мышц икроножных мышц идет и плюс еще может быть сустав там у него закостенел игру пап давай качай икроножные мышцы иначе тебя будет такая вот стариковская походка плюс приседаний надо делать другую давай проседание делать он не может присесть и ну встать не может присесть на может встать не может после приседания вот я говорю ну хорошо не можешь делать приседания полностью давай делай приседания наполовину вот он в течение вот этих 7 дней где-то я у них был вот он каждый день это делал качал икры делал приседания и я маме сказал говорю мам когда папа будет ноги качать ты должна быть должна присутствовать чтобы быть свидетелем и потом не по телефону сообщать делал он или не делал это упражнение вот ну 3 3 проблема тоже так тоже такая решение элементарные проблемы он сутулы 85 лет он сутулы но народ конечно да ты что 85 лет конечно такая вялость слабость сутулости ходить трудно ребят забудьте этот бред что человеку там много лет и поэтому у него тут это только забудьте чек сидит смотрит телевизор целый день там или нет не двигается не ходит ничего очень будет деградация вот и плюс не соток воды насчет сотулости в чем проблема но надо конечно наклоны делать без сомнений жалко ему не сказал наклоны делать раз вторая причина сидит на диване смотрит телевизор полу лежачем состоянии а голова прямо то есть подбородок приблизить ну как как бы на груди и шея она постоянно находится в таком вот скрученном положении с наклоном вперед из-за этого вот эти вот позвонки шейные они как бы такое вот положение принимают из и хрящевые диски сдавлются с одной стороны впереди и вот из-за этого вот идет вот такое вот скручивание вот три проблемы с элементарным решением так что всем людям которые старше начинайте заниматься физкультурой ребята и питаться правильные все вас будет хорошо не не валите свою свою глупость на свой возраст понимаете не поможет вам ваши вот эти оправдания самому себе что я вот такой вот старый поэтому нету плохо и это плохо это это глупые отмазки которые ничего хорошего не сделать все пока всем удачи забудьте про возраст повторяюсь но очень-очень важный вопрос забудьте про возраст был такой в канадце в канаде был такой бегон эд вид лак марафонец он последний марафон пробежал в возрасте 85 лет вот и я вам скажу что это для то чтобы человек пробежал марафон у него должны быть отличные мышцы отличные суставы отличные легкие отличное сердце и то есть весь организм функционирует идеально понимаете в 40 42 километра я когда-то данным давно пытался пробежать подчеркиваю слово пытался пробежать марафон пробежал 30 километров после чего мои мои ноги под мышцы ног просто перестали работать я потом выяснил почему вот но это уже другая тема то есть просто ноги отключились и я чуть ли не упал вот единственное что меня спасло от падения это то что я как бы наклонился и руками уперся в колени вот так вот где-то одну-две минуты простоял после чего я смог пешком идти и вот а потом только узнал через много-много лет узнал что марафонцы во время бега они едят потому что просто-напросто на дистанции 30 километров это известная цифра 30 километров заканчивается то количество питания которое в теле человека находится всем все всем удачи показаны занимайтесь физкультурой и здоровым образом жизни бай я дописываю кусок питаются родители просто ужасно про я я горю ребят вы пытаетесь так чтобы убить самих себя вот и я с ними воюю уже 20 лет по поводу питания ну это наверное уже другая тема вот ну напоследок скажу что я едва стадион тренироваться что целую неделю я жрал всякую гадостью родителей которые они питаются постоянно вкусные всякие вредные дела вот а теперь пора грехи замаливать сегодня такая тренировочку нужно такую врезать чтобы все грехи замалить нам минимум на часик я думаю вот и и вам советую потому что это от вас зависит вы будете тренировками заниматься или жрать таблетки каждый день все болезни хронические в том и а также большая часть инфекционных зависит от образа жизни вашего вот и если вы неправильно питаетесь у вас как это из-за этого болезнь начинается хроническая там вроде гипертонии вы идете к врачу и доктор вам дает таблетки от повышенного давления а причина то это питание многих 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 других болезней у меня куча видео на эту тему есть поэтому я не буду углубляться просто поймите самое главное что вот то что вы жрете вот это от этого и за и зависит ваше здоровье от того что вы пойдете к врачу и он вам даст таблеток так это в мертвому припарке нужно причину болезни убрать понимаете иначе никакого смысла нет вот опять-таки возвращать гипертонии у человека гипертония от неправильного питания и таблетки эти просто абсурд мать абсурд это как диабетики жрут всякие вещи которые диабетикам нельзя жрать вот а потом раз инсулинчик себе уколол и вроде нормализовал так свой сахар в крови зачем же жрать всякую гадость чтобы потом укол себе делать все пока бай